Запас пошла. Милые мои дорогие братья и сестры, сегодня по милости Божия дал Господь нам прожить этот день снова, 8 октября 2024 год, вторник. Сегодня Господь дал прийти сюда, чтобы снова запитаться Словом Божьим. Все, что будет сегодня, мы не знаем. Один Господь знает, но что мы приготовили, то мы должны сегодня говорить. Брат Володь, выключу, пожалуйста, микрофон и видео. Потому что мы видим, что время то какое уже настало, когда слушаешь, когда читаешь и видишь, что действительно уже Бог не может держать эту землю. Грешную землю, в которой мы живем здесь, знаете, апостол Павел нам тоже в Коринфянам очень много, но он не только в Коринфянам слово говорит и в других местописаниях, а в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, здесь нам такие слова, 16 стиха говорится. Вот эти два стиха нам напоминают нам Слово Божьим, апостол Павел, возрастуйте, стойте в вере, будьте мужественны, твердые, все у вас забудут с любовью. Хорошие стихи. Хорошо нам апостол Павел напоминает и говорит, что мы действительно, не только здесь напоминают, но в многих местах писания и писания говорится бодрствуйте, бодрствуйте, молитесь, бодрствуйте, стойте, стойте в вере, будьте мужественны. Действительно, мы видим это время, что уже идет очень напряженное время, и апостол Павел, я уже говорил не только апостол Павел, другие говорили, что мы бодрствовали и были в молитве. Потому что дни уже приближаются, уже время очень коротко для каждой души. Если также мы читаем еще, где говорит евангелист Матвея, он здесь тоже нам говорит 24 главе, 24 глава, 42 стиха и ниже. Здесь он опять напоминает евангелист. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь вас придет. Но это вы знаете, что если бы видал хозяин дома, какую из стражей придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думать придет сын человеческий. Тоже верный и благоразумный раб, который Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, который Господин его пришел надет, поступающий так. Ищи на гуру вам, что над всеми именем своим поставить его. Но именем поставить его, извиняюсь. Если же раб тот, будучи зол, скажет шепту своем. И скоро придет Господин мой и начнет быть товарищество и есть и пить с пьяницами. То придет Господин Раббат того, в день, который он не ожидает и в час, который не думает. И рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерием. И там будет пласкивать зубов. Вот смотрите, здесь там говорил апостол Павел, говорит, бодрствуйте, стойте верить. Здесь Евангелие говорит, итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Да, действительно, никто из нас не знает, когда Господь придет. Может, Он сегодня придет, может, Он завтра придет, может, Он через год, через несколько лет. Мы не знаем. Но мы видим, что действительно уже Господь грядет на эту землю. Мы видим, что уже Бог начинает забирать своих готовых и неготовых. И Он говорит. Но это вы знаете, если бы видал хозяин дома, в какую стражу придет его, то бодрствовал бы и не дал покупать дома своего. Действительно, если бы нам Бог примерно сказал бы, открыл бы ночью или там через пророчество, сказал бы, вот дорогая душа, я приду через два месяца или через день вот за твою душу. Я думаю, не думаю, она так и есть. Эти два месяца, и сколько там Бог сказал, мы бы бодрствовали. Мы бы просили у всех прощения. А почему? Потому что каждый из нас хочет иметь эту жизнь вечную. А для этого надо быть чистым. Написано Слово Божие. Туда только ходит чистый, который изоблюдает заповеди Божии и законы и далее. А там написано в Откровении Апсидии, там далее и другие пьяницы, такие в Царство Божие не наследуют. И то Он говорит. Если бы знал хозяин. А вор приходит в любую минуту, в любую секунду. Имеем в виду враг, татана. И бывает даже в жизни нашей. Мы тоже не знаем, когда вор придет. Сейчас особенно это время, сейчас такое время, что действительно воры приходят в дома. Грабят дома. Ломают двери, ломают и окна. Все делается. Никто не знает, когда это будет. Вот так и говорит Слово Божие. Так и вы не знаете, который сейчас придет Господь за вами. И то Он говорит, божественник. Потому и вы будьте готовы, который сейчас, не думайте, придет Сын Человека. Действительно, мы не знаем. Пусть Бог нам поможет, чтобы нам действительно быть готовы. И так же опять снова говорит Слово в 25 главе 13 стиха. И так, бодрость у тех. Потому что не знает ни дня, ни часа, который придет Сын Человекский. Да и аминь. Так и есть. Мы не знаем. Но мы знаем, что сегодня еще Господь дал нам время благоприятное. Господь нам дал интернет. Господь дал нам свет. Господь дает нам все, чтобы нам только служить Господу. Быть мужественной, твердой в вере. А что ожидает нам вперед? Один Господь знает. Сестра Ольга, выключите микрофон, пожалуйста. Один Господь знает. А мы не знаем. И так нам дальше говорит Слово. А после уже Петр говорит нам. Это пятая глава. Здесь снова говорит Господь. Слово Божие нам. Апостол Петр, пятая глава. С восьмого стиха. Два стиха. Восьмое и девятое. Здесь снова говорит Слово. Трезвитесь, бодрость у тех. Потому что противник вам дьявол ходит, как крик ушелев, и всякого проглотит. Противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются. И с братьями вашими. В мире. Смотрите, здесь нам опять говорит Слово. Бодрость у тех. Трезвитесь. Бодрость у тех. Потому что противник вас дьявол ходит, как крик ушелев. И всякого проглотит. Действительно. Сейчас мы видим на него открыто, что действительно враг ходит сильно на этом земле. Он ходит и в домах наших. А почему он ходит? Он ходит до верующих людей, христиан. А почему он не ходит в мир? Мир ему не надо. Потому что мир в его руке. Он управляет миром. Как наш Бог управляет миром, так и враг управляет миром. Нехороший, конечно. А Бог управляет то, чтобы люди покаялись, приближились, очистились, защитились. А враг только крик ушелев. Он идет в церквях. Он идет в домах. Он везде идет. Он бодрствует. Он бодрствует. Враг бодрствует. А человек не может бодрствовать. Мы знаем по Писанию идея, когда Христос взял своих учеников там. И что? Он не бодрствовал. Потому что... Пусть Бог поможет нам, чтобы нам действительно бодрствовать. Также напоминает нам Слово Божие, если мы еще читаем в Откровении. Здесь такие слова говорится. Это 3 глава 11 стих. 3 глава 11 стих. И ниже. «Сеграду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Здесь он напоминает нам, что Иоанн говорит. «Сеграду скоро». «Скоро грядет наш Господь. Он придет за кого? За свою невесту. За церковь свою. Где сколько лет, сколько лет мы были в церкви. Были его невестой. Он придет за нами. И он то и говорит. 12 стих говорит такие слова. «Побеждаешься, сделаю столбом в храме Бога моего». И он уже не видит вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего. Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Имеющее ухо да слышу, что Дух говорит церквям. И ангелу Лаоттийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и искренний. Начало создания Божьего. «Знаю твои дела, ты не холод, не горяч. О, если бы ты был холод или горяч, но как ты, теплый, а не горяч, и не холод, холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А я знаю, а не знаю, что ты несчастен, и жалок, ниш, и слеп, и нас. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота на гордость твоей и глазную. Не обмазь, помазь глаза твоей, чтобы видеть. Кого я люблю, того обличаю и наказываю. Итак, будь реванность и покайся. Сествую у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и оттворит дверь, войду к нему и буду вечерен с ним, и он со мною. Побеждаюшему дам сесть со мной на престол моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухода слышать, что дух говорит церквям. Вот здесь уже нам уже говорит слово Божий Иоанн, в черновоткровение. Действительно. Как он говорит, все грузы скоро. Держи, что имеешь, чтобы не восхитили венца твои. А кто это делает? Это враг. Не хочет, чтобы у тебя так был венец жизни. Там на небе, где написано слово Божие, нас ожидает очень много. Там ожидает нас венец наш, который мы, живя на земле, получим. Если мы, конечно, заслужим его. Если мы будем в святую ходить перед Богом, будем исполнять все заповеди, законы, как сейчас говорят, в мире христиане, не мир, а христиане говорят, нам этот заповедь не надо, нам уже Христос все исполнил. Потому что написано, да, там написано, что суббота, там далее, подобное. Все Христос сделал. Он оставил, потому что он исполнял. Он не пришел нарушать, а он пришел исполнять. Он ни одну заповедь не нарушал. Это мы нарушаем. И мы говорим, нам этого не надо. Эти законы нам не надо. Это было для другими. Это все для нас. Мои дорогие братья и сестры, друзья. Если мы живем здесь на земле, и мы нарушаем какой-то закон. Я не имею в виду верующий закон, а в мире закон. Что мы получаем? Получаем штрафы. Получаем даже иногда бывает и тюрьму получаем. Тоже закон. У Бога есть закон. И в мире есть закон. Просто люди уже не хотят это слышать. Это все, что говорится сейчас, проповедуется на этой земле. Но нам надо слышать. Потому что, как написано, у кого есть уши, да слышит слово Божие, которое он говорится. Потому что Бог для кого говорит? Для нас, христиане. Для нас, дети Божьи. Чтобы мы, что живя на этой земле, имели эту жизнь вечную. Чтобы мы приготовились. Я уже говорил, и написано было сегодня с каждым Новым Годом. Потому что нам надо бодрствовать. Потому что никто из нас не знает этого дня, этого часа. Один Бог знает. Потому что Бог, Он родил, Он дал нам время, сколько нам прожить на земле. И так напоминает еще во втором главе, в Откровении, тоже 17 стиха. Здесь нам только говорили такие слова. Я возьму 16 стиха. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и стражусь с ним, мечом уст моих. Имеешь ухо, слышишь, да слышишь, что Дух говорит к церквям. Побеждаешь, дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Вот это все, это два стиха, Он говорит, покайся. Это говорит, каждому из нас, чтобы мы еще покаялись, чтобы мы еще, ну как, признавались друг перед другом, простали. Я уже говорил, если Бог нам бы сказал, или в Откровении, через Откровение, или через снов, лесного видения, сказал, я приду за тобой, за твою душу, который сейчас. Есть много свидетельств, я уже тоже слышал, что действительно Бог говорит людям. Знаете, мы люди, когда что-то мы говорим, когда Бог открывает, они не верят. Они хотят посмотреть, и правда ли это было открыто от Бога. Я уже много раз говорил, и я уже слышал, что одно было, брату, открыто, что такого, такого числа, и столько, столько часов придет Господь, заберет его. Он сказал всем, он ходил и прощался, и он покаялся, там, где примирался, где освободился. Знаете, сколько людей пришло в этот дом, в этот день, в этот час, очень много. А для чего они пришли? Да, для того, посмотреть, действительно, он сказал правду, что Бог ему открыл или нет. А да, это было. Ему было сказано, такого дня, такого часа, 30-100 дня, Бог заберет его. и он еще проповедовал, он еще говорил, там, с детьми, там, всем спрощался, и с женами, там, другими, женой. Пришло ровно 3 часа. Все. Он сел на диван, и сердце его остановило. Вот так Бог действует, так Бог работает с людьми, то он говорит, покайтесь, бодрошусь, молитесь. Этого дня и сейчас никто из нас не знает. Мы всегда, мы должны быть готовы, в любое время. И тут здесь говорит, имеешь ухо, да слышишь, и слышишь, что Дух говорит церквям, побеждаю, что дам ушать сокровенную ману, и дам им белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Пусть наш Бог сегодня благословит в наших программах, в наших стихах, в наших свидетельствах, в наших пениях, потому что Бог хочет, чтобы каждый человек трудился на ниве его, чтобы он не ленился. Многие говорят, у меня голоса нет, да, у меня тоже голоса нет, но я с женой, она поет, я за ней пою. Конечно, если жена остановит, то я тоже остановлю, потому что у меня не держится мелодия. Духом чертым я пою, Бог дает мне, это пение. Так и каждый. Нам не надо стесняться, потому что если мы стесняемся тут, а как, что там будет? Там мы, уже Бог нас тоже скажет, я тебя тоже, тебя стесняюсь. А почему? Потому что ты не делал ничего, не трудился, не работал над собой, и с народом не говорил ничего, не трудился. мы знаем много в местописании, что нам Бог очень много говорит и наставляет. Мы знаем, до этого, когда господин раздавал эти таланты, кому сколько давал, одному дал, один талант, а то и что делал? Не хотел трудиться, он взял, пошел и закопал. Он думал, ах, это так пройдет, так просто. Нет, это не просто. Пришел господин за этими талантами, за этим ответом, что эти три человека делали, так они трудились на ними, так и нам Господь дал всем нам таланты. Чем? И слово там говорит, в Откровении, апостол Павел тоже нам говорит, это первое Коринфор, тринадцатая глава, ой, четырнадцатая или двенадцатая, сейчас я посмотрю. Да. Двенадцатая глава, напоминаю, не хочу оставить вас, братья и, конечно, и сестры, не видение о дарах духовных. Знаете, что, когда вы были язычником, то ходили безгласным идолом, так как мы верили в вас, почему сказали вам, что никто говорящим Духом Божьим не произносит анафема на Иисуса, и никто не может назвать Иисусом Господом, как только Дух Святой. И четвертый стих напоминает, дары различные, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, и Бог, и тот же производящий во всех, во всех. Но каждому дается появление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному мира, тем же Духом, иномы дары исцеления, тем же Духом, иномы чудотворения, иномы пророчества, иномы различные различения Духу, иномы разные языки, иномы и толкованные языки. Вот видите, здесь нам апостол перечисляет, что Бог Духом Святым каждому дал. Но мы не забудем, мои дорогие братья и сестры, Бог вас спрашивает, за эти дары, которые Господь и нам дал. Вот одному, как написано, может кому-то дал дар ценить стихи Духом Святым. Одному дал хорошо петь, третьему что-то другое. Вот так Господь дает, и нам надо их ценить, а не закапывать, как кто-нибудь закопал. Он думал, все, он не придет, и не будет спрашивать. Но он пришел, он забрал этот талант, и отдал другому. А его выбросили. Так и нам будет. Пусть Бог поможет нам всем, чтобы нам действительно быть здесь не только слышателем, но и исполнительным, потому что Бог будет спрашивать. Я еще последнее зачитаю это Матвея, 10 глава, 21 здесь такие слова говорится. Матвея 10, Матвея 10, 21 21 я зачитаю 16 стихам. Вот я посылаю вас как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас судилища и сыны Бога своих будут сбить вас и поведут вас правителям царям за меня для свидетельства перед ним и язычникам. Когда же будут предавать вас, не заботитесь, как или что сказать, ибо в тот час давно будет вам что сказано, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Продать же брат брата на смерть и отец сына и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будут ненавидимы всем за имя мое, потерпевшим уже до конца спасется. Вот здесь такие слова нам напоминает Евангелист Матвеев, потому что действительно Бог сюда поставил нам мы стали детьми Божьими, что как мы идем среди народа, который действительно как волк есть, люди, которые не хотят слышать, хотят нас убрать, чтобы мы не проповедовали, чтобы мы не говорили, даже наши родные и близкие не хотят это слышать. Я знаю про моего брата по плоти, он тоже слышать не хочет. Человек не хочет, конечно, мы не можем этого человека заставить ходить в церковь, мы только можем молиться за этих людей, которые у нас, среди нас, кругом здесь находятся соседи, родные, близкие, за них нам надо только молиться, потому что если мы начнем говорить, мы как они люди будут злые на нас, не будут слушать нас, а если мы будем молиться, Бог сам будет работать свою, если мы будем сеять хорошие семьи. А сейчас мы, дорогие братья и сестры, включаем все микрофоны и будем молиться. В первую очередь будем благодарить Господа, что Господь нам дал эту возможность сегодня снова быть здесь, дал нам дыхание жизни, что мы сегодня снова могли увидеться друг другу. Пусть Бог нас благословит и сохранит ему славу век и век аминь. Молимся, включайте микрофоны. Господи, Родика Неблика, слава слава, слава, дякую тебе, Господи, слава, 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 нашли грамоти, от грамоти, рукава. Боже, грамоти, без погодит, с �бир, и ласки. Продолжение следует... 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 и пустые за корма, служим Богу мы только условно, так зачем тогда говорить каждый раз, что мы очень счастливые люди, как же Духу Святому не тесно среди нас, если близкого мы словно судим, если же, если мы не способны любить и прощать, не умеем утешать скорбящих, этим помощи руки не можем подать, мы подобные меди звенящие, мы беспомощные нагие и очень слабые, просто нищие мы христиане, потому что отдались беспечно в рабы, не духовные мы, а земляне, должен кто-то за Истину Божию встать и от верных удобств и проские, к священию церкви теперь призывать, чтобы дни возвратились и белые, чтобы Дух Духа Святого, священный огонь, освящал нам дорогу земную, чтобы радость спасения вернулась к нам, но и чтобы не идти нам в шлюпую, время наше решает, и кто в небо войдет, став достойным небесного царства, поднимайся на ноги Господний народ, очищай за корма от лукавства, скоро, 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 кто ожидает планету Земля, потерпевший на веки спасется, приготовьтесь к встрече своего жениха, скоро он за невестою вернется, аминь. Слава Господу. Пожалуйста. Дальше. Ну, Вера Домович, ну, извините, если уже все так молчатко, моли, пожалуйста. Баба Богу, я, извиняюсь, не могла підключиться дуже довго. Баба Богу. На порядку не йди. В них ще заздрість, ненависть лютує. А ти краще до Бога прийди. Він порадить тебе і почує. Я зробила помилку в житті і до друга пішла на порядку. Я побачила заздрість тоді и отримала сердце досаду. О, прости мені, Боже, прости за цей вчинок, що я вже зробил. А сегодня прошу, дай силы мне, и за друга молитву совершила. А жизнь так вернует, кипит, и летит в будущем обедлунья, чтобы любовь Господня прожить, още сколько нужно терпения. И сегодня радую, что с Богом живу, и ему лишь я хочу подяку отдать. Во счастье дани таке не кожному за Христову любовь пострадати. На пораду тепер лишь до Бога иду, лишь у Него знайшла мир исполки. Він пригорне меня и напоит завжди живою водою из своего потока. Він зігріє и сердце, и душу мою. Я завжди відчуваю его міцну руку. Как дитину пригорне мене, він свою, з ним ніколи не буду я мати розлуки. Как ваше сердце світ в рану оберне, спасу віте в молитвах, розкажи. Він білю тішить, вам вихід покаж, ран тих немає, щоб спас не згоді. Спас тиха у смутку, світла незрячі, немічним кріпось спасила в бурні. Голос потіхів все скривджені мови, спас ваші рани загоїть всі. Гляньте на хліб життя, на живу воду, дари, що ними спасений живе. Діть на любові, передіть повній вір, спас вам турботи усі рожене. Спас тиха у смутку, світла незрячі, немічним кріпось спасила в бурні. Голос потіхів все скривджені мови, спас ваші рани загоїть усі. І слава Богу! Да, слава Богу! Настя, тра Думович, будь ласка. Привітаю, братья і сістрі! Тихотворення Кріщення. Глядімо ми в зеркало спокійних вод і ввспомінаємо води Іордана, де принімал кріщення наш Господь, когда-то от притечі Іоанна. Як крылья голубь распростер над ним, то на нього сошел Дух освящення. І Божий глад був з неба, сей я, Сын, ввозлюбленому моє благоволення. Патом в пустыню був он ввозведен, І сорок днів жестоко іскушаєм. К виспалену столетий видел він, Там наші горести і іспытання. Як буде труден і терніст наш путь, Як встанет крест порой нам не посилен, Як тучи скорби над душою пройдут, І сердце слези захлестнут, як ливень. Як буде нас лукаво іскушать, І потому на собственному примері Учил он зло молитвой побеждать По голому Божьим і глубокій верою. Для нас Христос прошел земним путем, Для нас терпел все скорби і страдання, Чтоб кожний день ми знаходили в нем Себе пример достойних подражань. Глядим ми в зеркало спокійних вод, В нем синь небес і сонце отраження, Пусть отразиться так же наш Господь І в житні нашій, і в святом служенні. Слава Богу! Да не слава Богу, слава Богу. Пожалуйста, дальше. Слава Богу, братья і сёстры. І Ігор, церковь Витвага. Слава Богу! Я знаю, Бог не ошибається, Я знаю, Бог творить, що нужно. Пусть сонце мене не улыбається, Пусть на дороге скорбь і ужас. Не устрашусь судьбы изменчевой, Могу ли Господу не верить? Іду к нему с мольмой доверчивой, Знакомой стучу я двери. Стучусь с надеждой без сомнений, Отцу вверяю боли і хлопоти. Он не увидит огорченья, Не услышит слова ропота. Я не посмею недоверие, Набросить тень на волю Всевышнего. Бог по любви і милосердию, Он не поштет страдання лишнього. Я знаю, Бог не ошибається, Я знаю, Бог творить, що нужно. Що їм сегодня допускається, Ко благу завтра мене получится. Слава Богу! Аминь. Слава Богу, брату і сёстры. Брату володи церкви Едварь, Сихватаренья. О том, що получится, О том, що получится, Ева не знала, Не веряя слову всього одному. Прискорбно, но це причина і стала Всех боли сердечних, Всех слез і Всех мук. Она усомнилась в одному Божьому славі. Могло би такого і вовсі не бать, Але вслед за сомнением пришло остальне. Смерть вышла вперед, І нельзя запретить. Оскільки послідствий, Отчаянных голод, Більниць і війни, і горе, і страх. Страдав тот, хто стар, І страдав тот, хто молод. Зачем сомневаться? В господних словах. Не лучше ли было Довериться Богу, От голоса вражива, Уши заткнуть, Не дать никому Сомнению дорогу, І беду потім на себе не тянуй. Под деревом тем Сьевы я не стояла, Но в Божьем слове, Чуть-чуть шомнилась. О том, що случиться, Разве не знала? Увы, получила. Слава Господу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Пожалуйста, хто ще? Слава Богу! Слава Богу! Що ти сіяв, Будеш жати, Закон простий, І важкий, І важкий водночас. Як часто ми не хочемо збирати Плоди з тих зерен, Що посіяли в свій час. Що ти посіяв, Будеш жати, Збереш плоди У десять-двадцять крат. Усе сповна В житті своєму будеш мати, До дна ти вип'єш чашу, Болю і втрат. Якщо ти сіяв вітер, Пожнеш бурю. Маленька заздрість У твоїх думках Розпалить ворожнечу В тихім морі, Ти матимеш Самотність, Злість і страх. Якщо ти зрадив, Хоч би в незначному, Хоч трошки, Не по правді учинив, Через роки ти жатимеш у тому, Від неправдивих, Ліцемірних слів. Тоді чекай вже зради від найближчих, Такий закон, Що ти посіяв, Та і жнеш. З законів справедливості немає вищих, Від них в житті нікуди не втечеш. Ти хочеш сіяти у марноту, У тління, В земне багатство, Славу повсякчас, А потім жати в небесах спасіння? Такого не буває. В цьому свій є час. Час розкидати, Час збирати рясно, Плоди розпусти, Гордощів і брехні, Усе воно прийде, Та так не вчасно, Коли ти не чекатимеш, Прийдуть вони. Плоди зародять, Коли ти житимеш щасливо, І будеш утішатися життям. Та не дивуйся, Коли в дім твій так зрадливо, Постукає непрохана біда. Страшні слова, І важкі ці закони, Я на коліна перед Господом схилюсь, Дай Боже сил пройти крізь перепони, І пережити жатву цю. Молюсь, але Христос нам дар дає безцінний, Своє прощення, а яка ж ціна? Закон же справедливості не став би сильним, А жатва мусить будь. Та де ж вона? Та жатва на хресті Голгофи, Приторії, у Гевсиманському саду. Чому, Ісус, так важкі твої дороги? І чується, я ж ну, я ж ну, Гіркі плоди твої я всі збираю, Прокляття чашу випити іду. Відради не від кого я не маю, Бо я дитя за тебе ж ну. Там, на хресті, Він жатву завершає, Віддай йому тягар, який ти мав. Схилися перед Богом, Він все знає, Бо Він за тебе все пожав. Що я посіяла, те б мала б жати, У мене в серці, як вогнем пекло, Христос за мене йшов на хрест страждати. Ну як мені тепер не сіяти добро? Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Сестра Ольга Сержинська, Пожалуйста. Сестра Оля, вірш. Настане ніч колись, Остання ніч настане, Вурбай смертельний жах Польється по землі, І місяць згасне враз, І сонце не повстане, І зникнуть зорі всі великі і малі, І затримтить земля, І в небесах кривава Ознака з'явиться, Як Божий гнів страшний, Засяє над землею Вічна Божа слава, І заплачуть голосно Всі роди і племена. І Сина Божого Побачить в хмарах люди, Всіх анголів Його, І силу без кінця, Рук сурмів прогремить, І мертвих всіх розбудить, Одних для мук страшних, А других для вінця. Тоді побачимо і небо, І землю нову, З небес до нас зійде Новий Єрусалим, Над річкою життя Ми поведемо розмову, Про те, як шлях земний, Проходили ми з ним, З Христом спасителем своїм. І наші сльози тихо, Господь нам обітре З заплаканих очей, І все старе мене, І смерть, і сум, і лихо, Господь нас ласкою Своєю обійме. Слава Богу, амінь. Да, слава Богу, амінь. Носістра Людмила Шуман, Хто із вас? Звучить видео, Звучить микрофон. Слава Богу! Слава Богу! Что думають все люди о Христе? Вопрос для всех в одной і той же мере. І тем, хто жисть проводит в суете, І тем, хто твердо Іисусу верит. Чей сын Христос потребовал ответ? Іосифов, Давидов или Божий? Прошло к сих пор уж много-много лет, Но сей вопрос звучит і ныне тоже. Що думаєш ти, грешний человек? Открой Христу пошире сердце двери. Он буде Бог твой ныне і вовек. Служи Ему і твердо, твердо веруй. Христианин, быть може, багато лет, Ти веруєш, довольствуєшся званням. Христос грядєт, а ти готовий ль не, Переселиться в край давно желанный. Друз'я мої, подумайте о том, Чтоб каждый был готовым і обутым. Должні всегда ми думати лише о Нем, І кожний день, і кожну минуту. Не забувайте, що Он наш Власелин, Спаситель наш от смерти спавшей души. Сам Бог сказав, що Ісус, мій Сын, І повеліл Його глаголи слушати. Ответ исчерпан, высветлений вопрос. Он є наш Бог, а не земной прохожий. Он сотник сокрушає, І сотник сокрушаєсь произнес. Ісус Христос, воистину, Сын Божий. Слава Богу! Слава Богу! Я дуже люблю стихи христианской поэтесы Веры Сергеевны Кушнир. Ё вже немає на цій землі. Але багато стихи її стали известними христианскими гимнами, які поюють багато христиан. Ви багато церквів я хочу прочитати до слави Бож'я стихотворення. Нам кажется, называется «Завтра». Нам кажется, завтра мы будем прилежній, І лучше, полезній, добрей. Сегодня мы грубі, Но завтра мы нежні, Ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поїдем в далекі страни, Туземцям о Богі вещать. І завтра почнем перевязувати раны, В больницах больних посещать. Мы завтра проведаєм старого друга, І завтра напишем родным, І завтра кому-то окажем услугу, Не тільки своїм, но чужим. Ми завтра пожертвуєм крупну суму, С деньгами опасно спешить, Ведь деньги не шутка, Здесь надо подумать, Нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, І завтра друг друга поймем, І завтра весь опыт духовних уроків Применим і в життя проведем. Мы завтра покаємся в жизни бесплодной, В последнем предсмертном бреду, Оденем раздетых, накормим голодных, Разделим чужую беду. Мы завтра поймем, Что такое спасенье, І завтра пойдем за Христом, І завтра преклоним пред Богом колени, Не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, Что скрыто в тумане, За годом уносится год, А что, если завтра возьмет и обманет, Что, если совсем не придет? Очень чудесный стих, Он заставляет о многом задуматься, Потому что многие люди откладывают свое покаяние, И они просто не успевают покаяться, Потому что действительно мы не знаем, Будет завтра для нас, Или нет, для кого-то будет, А для кого-то уже и не будет, Потому что только Господь знает наше завтра. И как уже я сказала, Многие стихи ее стали христианскими гимнами, И я слышала такое свидетельство, И это не секрет. Многие христианские стихи, Стихи, ну не только христианские, Вообще любые, Люди начинают, Ну иногда просто допускают ошибки, А иногда они просто сами меняют, Потому что им так нравится лучше. И вот Вера Сергеевна, Она свидетельство говорит, Этого, говорит, делать нельзя. Как человек написал, Как ему Бог дал, Так и должен этот стих звучать. Даже если кому-то и нравится по-другому. Просто говорит, Возьмите тогда и напишите С самого начала свой стих, И пускай он уже будет так, Как вам нравится. И вот есть такой известный христианский гимн, Как прекрасно все то, что твое. И она рассказывает, Говорит, и правда, Это очень известный гимн, Вы все знаете. И говорит, Вот я, говорит, Там написала совершенно по-другому, Говорит, Вот там поют второй куплет, Поют, Мне повсюду видна твоя кисть, Твой резец и твой почерк с размахом, В детском взоре, Что светил и чист, И в цветущих на поле ромашках. Причем, говорит, Здесь ромашки, говорит, Ни про каких ромашках, говорит, Там даже не говорилось. Я, говорит, здесь говорю о труде, Это ты нам даруешь друзей, Это ты научил нас трудиться, Потому я хочу все сильнее, Все чаще, усерднее молиться, Говорит, Там нет, говорит, Никаких цветущих ромашек на поле, Ни совершенно где-то ничему, В детском взоре, Что светил и чист, И в мужских пропотелых рубахах, Говорит, Вот так я сочинила этот стих, Почему, говорит, Его переделали, Мне, говорит, Очень, говорит, обидно. Вот это она рассказывала. Поэтому мы сейчас споем в оригинале, Как сочинил человек. Она очень хорошие стихи писала, Слава Богу за нее. Как прекрасно все то, что твое, Мне повсюду твой слышится голо, Ветром в листьях звенит и поет, Сердце шепчет, как зреющий колос, Эти горы покрытые мхом, Эти волны покрытые пеной, Этот берег с горячим песком, Это солнце бескрайней вселенной, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Мне повсюду видна твоя кисть, Твой резец и твой почерк с размахом, В детском взоре, что светел и чист, И в мужских пропотелых рубахах Это ты нам даруешь друзей, Это ты научил нас трудиться, Потому я хочу все сильней, И все чаще усердней молиться, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Это ты меня петь научил, Потому моя песнь не смолкает, Это ты в меня свет свой пролил, Он и в вечности не угасает, Как прекрасно все то, что твое, Пред величьем твоим я не имею, Это ты мне спаситель даешь, Все то доброе, что я имею, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Боже мой, это ты, это ты, Я с тобою повсюду встречаюсь, Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом цветы, И на чей-то поклон отвечаю, Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Я тоже сейчас еще стих зачитаю, А потом... Поднимаю взоры к небесам, Ах, какая радость ждет нас там! В радостном общении, В трепетном волнении, За Христом мы встретимся, а там... В радостном общении, В трепетном волнении, За Христом мы встретимся, а там... Ждет награда светлые дворцы, Пальмовые ветвы и венцы, После слез и горя На стеклянном море Песнь поют победы первенцы, После слез и горя На стеклянном море Песнь поют победы первенцы, Нас к древу жизни поведут, Арпы золотые нам дадут, Арпы не стареют, Струны нержавеют, Звуки неземные издают. Арпы не стареют, Струны нержавеют, Звуки неземные издают, Там страна нетленной красоты, Никогда не вянут там цветы, Там настолько чудно, Что представить трудно, Всюду там сияние красоты, Там настолько чудно, Что представить трудно, Всюду там сияние красоты, Радость, Радость коротечна, Мир и все, Гори и ненаси ждут потом, Радость бесконечна, Там пребудем вечно, Если в союзе со Христом. Радость бесконечна, Там пребудем вечно, Если мы в союзе со Христом. Почитаю стих. Передо мной лежат две дороги, Я разуме, Разуме, Какое мне идти, Той же, что легче, Но странна тревога, И забненье бушует в груди, Та дорога, что слева широка, И под гору все время ведет, Та, что справа узка и высока, Шкалы узкой змейкой пойдет, На обочине легкой дороги, Сад тенистый, В саду родники, А на той тропинке убогей, Тьма болота, канавы, кусты, Путник шел по цветущей дороге, С годным видом шикарно одет. Эй, прохожий, постой-ка немного, Я не знаю, как быть, дай совет. Вот идешь ты путем, где полегче, Ты доволен, я вижу ответ, Может, только дорога не вечна, Будет радость и счастье иметь. Что мне счастье, и душно слаждаюсь, И сезоной я отдыхаю в тени, Стыдно ем, вдоволь пью, Не нуждаюсь, словно праздник проходит все дни. Что мне вечность, день прожил, и ладно. Ты про вечность не верь, это ложь, И близких всех своих обманешь. Над ними милость покров, И долг будет твой рассказ. Нам говорят слова Писания, Подвергайся полк весь наказанию, Стражен был грозный Амалик. Создать на нас весьма велико, Средо родных, без лишних фраз. Благодарили всесвятого, Ведь в чиней здесь нет иного. Все целы, это лишь не чудо, Хотя день был очень труден, Силыковали от восторга, Хвала и славы Бога. Жизнь моя словно мёд, И мне сладко. Погоди, а куда ты идёшь? Куда иду, мне это безразлично, Зачем не знать, пока мне хорошо. В период жизни всё, И будет всё отлично. Прощай, мечтатель. Ну, а я пошёл. Счастливым быть и пути лишь не желаю, Идти не знаю, цели не хочу. Пусть я мечтатель, Но я твёрдо знаю, Что обязательно найду свою мечту. И вдруг я старцем на тропе увидел, Зачем идёт тропой, Чего он в нём нашёл. Он спотыкался, падал, Но какой-то силой, Чебя перевозмогая, всё же шёл. Он ближе подошёл, остановился, Лохмоть, ссадина, Живого места нет. Но взгляд его горел, И как костёр искрился, Посюда разнося какой-то чудный свет. И этот свет стал проникать мне в душу. Он наполнял и наполнял меня. И понял я, что сердцем мне так нужно Иметь хоть бы искру дивного огня. О старец, неужели ты счастливый, Что за огонь в душе твоей горит, Кто дарил тебе несокрешённой силой, Ещё на цель тобой руководит. Огнём Христос в душе моей светится. Я призван освящать неверие тьму, Кто любит Бога и к Нему стремится, Наполнить сердце светом он тому. Я выбрал эту трудную дорогу, И не желаю счастливых, что иду. Ведь каждый днём я приближаюсь к Богу, И в этом вижу через свою мечту. То очень счастье я не помогаю, Но каждый раз Бог силы мне даёт. Чем больше я в пути своих страдаю, Тем больше счастья в небо меня ждёт. Наверное, путь как мёд приятен людям, Все пьют его, но я с ядом этот мёд, Но путь христианский, как лекарство горяк, труден, И он ушёл, а я склонив колени, Сказая, как мог Господь и Бог прости. Даруй, Христос, мне радость возрождения И веруй в счастье твоего пути. Передо мной лежат две дороги, Выбор сделан, какой мне идти. Можем быть путеводной звёздою И к вечной жизни всё ждёт впереди. Аминь. Пожалуйста, кто вам ещё привезёт? Пожалуйста, кто вам ещё привезёт? Что больше нет желающих? Братера, так сильно не спешите ещё, что не успевают. Мы не спешите. Вы говорите, а мы не успеваем включить. Нет, я говорил, я уже жду. Спасибо. Я так впервые помолилась Богу, Когда прополз калека по земле. О, Боже, Боже, я имею ноги, За них спасибо, Господи, тебе. Слепую женщину я довела к порогу, Сплошная ночь она сказала мне. Я благодарностью прониклась к Богу, Спасибо за глаза, Господь, тебе. А мимо дома всё ходил подросток, Совсем без рук родился от плеча. О, Боже, мои руки, это роскошь! Спасибо, Господи, я не могу молчать. А сколько их физически здоровых С больною искалеченной душой Сорвётся вздох, толпу окину взором. О, Господи, как счастливо с тобой! За сердце, что Твоей любовью бьётся, За слух, что слышит голос Божий твой, За песнь, что из груди на волю рвётся, За право быть возлюбленной Тобой. Спасибо, Господи! Сто тысяч раз спасибо! Смолкают недостойные уста. Любить такую мерой не смогли бы На этом свете люди никогда. Да. О, ласкавый мой спаситель, Ты помог мне в житті. Бачив ты, моих страждах, Бачив ты журбу мою. Мені легко на дорозі, Как с тобою я иду. Даешь светло своим словам и несешь журбу мою. О, мій спаситель, будь зі мною, Захищай від ворогів, Бо я хочу жить з тобою, Скільки ти назначив днів. Мені легко на дорозі, Как с тобою я иду. Даешь светло своим словам И несешь журбу мою. Хочу все тобі віддати, Душу, тіло і любов. Хто б так міг мене кохати, Тільки ти, що молив кровь. Мені легко на дорозі, Как с тобою я иду. Даешь светло своим словам И несешь журбу мою. Я багато настраждался, Сліз немало вилив я. А коли ти йдеш зі мною, Ти надія є моя. Мені легко на дорозі, Як с тобою я иду. Даешь светло своим словам И несешь журбу мою. Мені легко на дорозі, Мені легко на дорозі, Як с тобою я іду. Мені легко на дорозі, Як с тобою я іду. Мені легко на дорозі, І ми спешили у Божий дом Сьогодні, Наші хвасті. Мені легко на дорозі, Як він благословив і цю осінь. В якій сім'ї стол голоден і пуст. Дож'ям і солнцем небо потрудилась, І теплая земля произвела Обілие плодів. Все Бож'я милость Для человека щедро подала. Какое многоцветье, ароматы, На що не взглянеш, Все лікуєт глаз, Ласкаєт глаз. Надав би Бог, Щоб пищою богатой Не тільки стол наполнился у нас. Пусть расцветет душа его дарами, Любви Христовой пусть созреет плод, Чтоб славить Бога сердцем і делами За все, що благодат Творця дает. За совершенство всіх його деяний І за любов Спасителя Христа. За то, що благодаток своєму созданню, За силу крові, що текла з креста. За то, що в кожному домі Много хлеба. За то, що нас простив і спас Христос. Пусть хор людей, спасенних, Слышить небо, І пене віднесеться выше звезд. Як сладостно пред Господом склониться, І благодаток нас пронести тому, Ко научив нас верити і молитися, Єдиними устами петь йому. Сердця у всіх стучат одним біеньем, Христу достойно славу воздають, І голоса, сливаясь в стройному пені, Пусть Аллилуйя Господу поют. Слава Господу! Да, слава Богу, слава Богу! Сестра Марія, Есть у вас что-то? Нету більше? Желаючи! Ну, хорошо, Якщо більше нема, То ми на сьогодні будемо заканчувати наше служення. Якщо Бог дай, Заживем до четверга, То снова встретимся здесь. Да, і ще раз благодатньо Господу нашому, Йому славу в веки веков. Аминь. Действительно, Он есть достоин, Он есть любовь, Он есть радость, Он есть все. Он дает нам радость в сердце наше. Он дает все нам. І питання, хлеба до хлеба, одежда, крыш над головою. Есть места местами, де нету крыши над головою, нету кушать, нету одеться, но Бог их держит, Бог их питает, Бог их греет, Бог их тоже любит. Ми видим состояние в народе, в мире, що твориться, що делається вже. Ну, нам, як сьогодні, вже багато було сказано, нам треба завжди як бути готовим. Це є дуже багато стихи, говорили, в псалми. Действительно, що чоловік посеєт, він пожжнет. Пусть Бог нам поможет, домашній групи. Везде говорить Слово Божие, везде проповедують, везде псалми поют, везде стихи читають. Так, действительно, сестра Людмила Шумана, это действительно люди не зачиняют стихи, а читают и выбирают свой себя, как им лучше, так и по Слову Божию. В Библии тоже нам Бог так говорит, а люди переделывают его на свой лад, на своє, как будто полегчение, для полегчения. Ну, знаєте, Бог будет не судить человечество по человеческим там словам или Библию по-человечески, а будет судить он по своему Библию, по своему Слову Божию, потому что Бог нам это оставил, потому что и написано в Откровении, если мы читаем последних главах 22-18 стиха, Бог будет тоже наказывать за это, что человек что-то убавляет, хоть в стихах, хоть в Библии Слово Божие или там что-то переделывает, Бог будет спрашивать. Напоминается намного, очень много местописаний, что Бог очень строг. Бог наказывает, Бог дает еще время нам, Бог нам дает все. Если мы читаем Слово Божие, напоминаю, это 1 Иоанна, где нам говорит Слово Божие, это 3 глава, такие слова, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сил, надежный на Него очищает себя так, как Он чист. Действительно, как Иоанн в послании в своем Писании говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Да, действительно, Он дал нам эту любовь, Он так возлюбил нас всех, весь мир, что отдал Сына Свою единородную на землю, чтобы спасать народ, чтобы люди имели эту жизнь в Суну. Приветствую, брат, говорите. Я уже заканчиваю. Слава Богу. Слава Богу. Я, слушайте, еду, и тут дивлюсь время, а у меня одной телефоне короче, нема скайпа, а другого есть скайп, не работает, а все нема я скачал тут место, думаю, стану хоть участвую. А вы уже заканчиваете, да? Да. Ага. Ага. Ну, добрый. Еще раз приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. Дякую, что Господь дал нам смогу, чтобы мы можем устретиться. Дякую, что Господь был всем необходим. Сегодня у нас какое число, кто знает. У нас восьмое браще. Восьмое Хуменюх, Вера Адамович, Сакраменто, значит, это лидер Лиг Немеччина, Максимчук Людмила, Ольга Саржинская, Таня Дроженкова, Полудия Шек, значит, Микола Филипенко, Игорь Адамович, думаю, бо я никого там не бачу, Саша, Рыбакон, и, думаю, Олег Вилаш, и я со мной Касянц, я дякую, что Бог дал смогу, и разом с вами можем быть сегодня в служении. Хай Бог благословит. Дори, я не знаю, как там у вас времени, я еду, у меня 400 километров, мне надо ехать, не, чем-то. Я прочитаю слово, раз, брат, вы будете закончить уже, или я будем делать? Я прочитаю слово, мне надо ехать, да, я буду прочитать слово, коротко поделюсь, я продолжу ехать, а я вас буду слухать, я скачал, мучиться по всей дороге, еду, еду, и никак не могу добиться. Одним словом, апостол Павел пишет кремлянам, 15 главе, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, каждый из нас должен угождать ближнему во благо назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но как написано злословие тебе пали на меня, а все что написано было прежде написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением надежду. Далее там дальше говорить про Бога, Божье присутствие в нашей жизни, как мы можем нести одно-одно. Но вначале я не читал, мы разные, разные по нашему темпераменту, по нашему внешнему, по нашему разному, но мы едины в одном присутствии Божьем. Господь нам дал, мы боремся, молимся за веру евангельскую, мы живем в евангельском духе, и дякуем Богу, что Господь нам дает все возможности прославить нашего Бога. И иногда бывает, конечно, когда мы не до конца понимаем тех людей, которые проявляют, как бы сказать, не так, как хотелось бы, но Господь допускает нам, нас допускает, нам допускает, чтобы как раз мы могли снести их, снести, поддержать, как бы ни было, чтобы ни было, мы сильные должны снести, сносить немощи бессильных, кулицы мая буты, якщо не теперь, якщо не сегодня, якщо не зараз, акули, ми призванник, это наше призвание, Бог дал каждому по мере веры, по силе, по-разному, и иногда бывает, что людина может в старости, але він набагато сильнейший, нежели той молодой, который набагато моложе, отреба его немощи, он немощный, людина немощный, он не только в цели немощный, але он немощный в духовном смысле, он не может перенести то, еще обставлены обстоятельства его положения, его требует поддержать и поднимать им, и каждый из нас должен угождать ближнему во благо и назиданию, во благо, так само Христос не себе угождал, будучи образом Божиим, написано, не почитал, будь равным Богу, но уничижил самого себя, и уподобився, как мне, отстал один из нас, и я дякую, что Господь благословляет, и ведет нас этой же целью дороги, мы разными временем, мы временем в этом мире, и Бог дал нам, чтобы мы как раз могли нашей Божьей присутствии, мы могли нашу жизнь сделать более реальную, и более доскональную, и Бог никогда нас не оставит, Он же бачит наши старания, стремления, потому что мы делаем не для галочки, там, я делаю вот так, вот смотрите, я, сколько я езжу, да, много, много людей встречаю, люди, много, ну, общаемся, спілкуемся, много людей запитывают меня часом, обратно, а что вы не приедете там до 7 туда в Украину, в Францию, я говорю, смотрите, тут надо два ситуации, скажу, поймите неправильно, одна ситуация, что я приведу жену себе, а это получится, я принесу ей жертву, потому что ей ликувание я не могу, у нас нет таких средств, что я ей ликовал, а то держава ликует, благословляет, там такие дорогие операции рубили око, туда-сюда, то хай бы так, а вот я себе должен принести жертву, будь сам говорит, парит, жарит и тому подобное, то есть я должен все срок идти, и получается, что або-або, а як взять мне самому уехать, я не могу, я думаю, ну а как я поеду, а эти люди еще, а як, я не могу, да, надо триматься за Господом, но Бог меня не отправляет, Бог меня не посылает, конечно, мне легче будет, набагато, краше, легче, взял себе, поехал, и себе, спи, вставай, что пенсионеру еще надо, безпочивай, живи себе на широкую ногу, чья там, дерево, кормят, это все, я у меня не так не получается, я знаю, что воля, Бога и воля, благая, угодная, совершенно, эта воля заключается, что Бог хочет через меня, чтобы помочь тем людям, которые сегодня беспомощны, которые немощны, мечтали, да, там написано, их требует снести, это все, но Бог делает по-разному, действия продолжаются в нашей жизни по-разному, и мы должны просто подкоряться Богу, просто дать возможность Богу, я недавно еще в одном свидетельстве, знаете, такое цикавое свидетельство, один брат рассказывает, говорит, Бог в одной конференции, был в одной конференции, и значит, так, тут сейчас развилка, надо разобраться тут, вот так мы едем, а, друзья, вот что, это у нас надо переходить сюда, о, на фривее, зараз я еду через Пенсильванию, Пенсильванию, и, короче, и что говорит этот брат, я был в одной конференции, скажи, и один, скажи, жизнь у меня так была, когда-то молодости, не молодости, скажи, ну, 10, 15, 20, сколько лет назад, скажи, когда я ехал поезде, это было в России, скажи, и по дороге был один офицер военный, скажи, я ему проповедовал о Боге, я ему рассказывал это слово, я не хочу слышать это, а я говорю, ну, что вы не хочешь слухать, дивиться, Бог говорит так, полковник, военный человек, я ему говорю, так, 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 а вы, вы что, не понимаете, что ли, я вам говорю, я не хочу слышать, перестаньте мне это все, а вы, ну, через трех, ну, опять он рассказывает, они едут купе, знаете, и вы опять рассказывает, короче, когда он начал говорить, этот полковник не выдержал, взял Библию, выкинул через окно, все, успокойся, ты, наше вы так и рубили, все, до свидания, короче, ну, все, ваши робите, он уже перестал думать, нервничать, полковник, и, скажи, прошли годы, годы, однажды в одной конференции, один пастор стал рассказывать, проповедовать, и сказал такой короткий свидетельств, вы знаете, как же, братья, не всегда у меня так было, когда-то у меня было такое состояние, я хотел жизнь покончить, скажи, потому что я был в депрессии, я не мог найти себе место, я не мог то, не мог другое, я, думал, пойду, кинусь под рельсом, под поезд, кинусь, там, еще, скажи, я иду, и, скажи, я молюсь, в последний момент, я сказал, господи, я уже меня сильно не маю, если ты есть, дай мне знамение какое-то, что-нибудь, скажи, я зараз, закончил жизнь, короче, все, не хочу жить, и говорит, и вы представляете, что у меня по голове, что-то так сильно ударило, что я упал, я встаю, смотрю, Библию, Библию, думал, Библия? И я понял, что это было знамение от Бога, что Библия, Слово Божие, я, кажи, так сильно испугался, кажи, знаете, я начал читать эту книгу, я понял, что Бог меня любит, и вы, знаете, уже, кажи, там, не помню, сколько он уже, Рокки, внесе пастырское служение, Бог его благословил, и что вы думаете, этот брат говорит, я слухаю, думаю, ну, надо же, а ну-ка, надо испытывать, когда это было, скажи, приходил, брат, скажи, это было, это было, это было в каком-то году, да, вот какое-то время, да, какое-то час, ну, да, здесь так, скажи, это моя Библия тебя спасла, мы обнимались, скажи, ты призываешь, а вот я одному, скажи, проповедовал, этому полковнику, а он не слухал, он взял мою Библию, выкинул, я же так, скажи, чуть не плакал, скажи, потому что Библию, ну, мою Библию, оказывается, моя Библия спасла тебя, и я тоже слушал, и думаю, да, Господи, какие-то чудные, какие-то чудные, Бог сносит наши немощи, этот человек своей немощи, он не хотел, он, он хотел покончить жизнь, а Бог говорит, подчекай, есть момент, жди, подчекай, я тебе, зараз, как получишь по голове, как увидишь, чем я тебе удобил, и поближе к тебе, и, скажи, я побочил, я Бог заботится обо мне, как он сделал, оказывается, там пустое место было, я поехал за город, чтобы там, чтобы никто не бачил, никто не спас меня, там, что-то, и этой пустыне, вылетает, я, с чего-то по голове ударил, поезд сильный идет, ветер, и обвинник шел на второй пути, по путям, и так дал по голове, и этот человек, тоже уже, он пас на церковь, там, и вот так Господь действует, друзья, знаете, поэтому, наша задача, помочь, один, нести, али, один, стараться, все, можно, рубить с нашей стороны, что там, будет ответ, не будет ответ, иногда, когда, мне приходилось, что рубить, мне люди говорят, я твой должник, каждый слухай, какой ты мне должник, я сам должен быть Богу, мы должны быть Богу, друзья, поэтому, хай вас Бог, благослови, друзья, что мы собрание ходим, свелкуемся, мы еще не робим, робим как для Господа, для славы Божьей, и я верю, что Господь нас никогда, якщо мы будем держаться, триматься тем, шо мы маем, якщо Бог у нас дал право, да, возможности, будьте детьми Божьими, Бог нам дал, дады, Бог благословил нас, Бог дал нас длинности, Бог нас испытывает во всем, во всем испытывает, и хочешь бачить, чей я використую, той дар, шо я маю, если Бог дал мне, спевайте, спевай как для Господа, слава для Бога, если ты маешь верши, читай как для Господа, пиши как для Господа, руби как для Господа, Бог от нас не будет требовать больше того, что мы можем, поверьте, Бог мне не будет требовать, почему, сонотели построили такой дом большой, там, чтобы там люди жили, вот знаешь что, если у меня возможности, конечно, можно построить и все, но пока он будет требовать от меня столько, сколько он дает мне, больше не будет требовать, так само, Он не будет, почему я не пою там здесь, потому что у меня нема такого, ну пою я одну армянскую песню, я уже замучен тут всех, пою, да пою, это, ну рассказываю свидетельство, как я начал это служение бездомными и как я пел там, ну таком духе, знаете. А все, у меня, да ладно, таких нема, но то, что я могу рубить, и я рублю это, о, об этом надо уже думать, и каждый из нас надо думать. Не всегда ждать, что нам кто-то должен рубить, сами понимаем, что мы рубить, по мере веры нашей, если человек уже один год верующий, Бог даст ему один год верующий, такой труда, который можно рубить, если 10 лет, 10 лет труда, а мы можем, что сделаете для славы Божьей, допомогли тем людям, которые сегодня погибают в том свете, которые сегодня не можем куда притулиться, не можем куда притулиться, они просто, никто им не говорит, никто, они не хотят слухать, а у нас задача, чтобы притулиться и славить Бога. Добрые друзья, хай вас Бог благословит, дуже-дуже рясно, и в вашем жизни все будет прекрасно. Строли я получил, но я еще не смотрел на письмо, потом прочитаю, что за письмо, а так передаю ширый привет в всех церквах, где я проповедую, где общаемся, спикуемся. Я вертаюсь от города Колумбус, такая великая церковь, я проповедовал, там угощевал у моего друга Михаила Бувшевец, цей церкви Зеленой Криши выехал 20-летним рогем назад, помнит Шуркову, братья богатю, помнит, ну короче, я уже в другий раз у них пребываю, так что зараз еду в Баффало, есть такой город в Беляр-Очестере, вот так будет, добрый, хай вас Бог благословит, у вас уже нечет, наверное, поздний вечер, а у нас же день починается, так что с миром Божьим, пока-пока, хай вас Бог благословит, с Богом. Да, с миром Божьим вам. Да, слава Богу, что Бог нам еще учит, расставляет, вот и сегодня уже рассказано было, и даже апостол Павлу Гаратом нам говорит тоже такие слова, здесь такие слова, 6 глава, 1-й и 2-й, несколько стихов. Как Соня, брат, все равно говорил, так и вот, она дальше идет, это, римлянам, а здесь, братья, если впадает человек в какое-то загрязнение, вы духовно исправляйте такого духа кротости. Наблюдая каждого с тобой, чтобы не быть искушенным, носите времена друг друга, и таким образом исполняйте закон Христова. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будешь и ничто, тот оболчает сам себя. Каждый тогда испытывает свое дело, тогда будет иметь похвалоток в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое время. Аминь. И слава Господу за эти слова, что и за это служение сегодня, что нам, кто не Господь, много Духом Святым говорил в наших сердцах, кто был внимательным сегодня, кто, как написано Слово Божие, бодрствовал, тот может слышать и знать, что было сегодня сказано. Но кто не бодрствовал, чем был чем-то занятым, то он не может сказать, что было сегодня сказано. Будем заканчивать наше служение сегодня. Сейчас мы будем говорить наши нужды, наши проблемы, благодарения. Пожалуйста, говорите. Благодарим Господа за все и вас, друзья дорогие, за ваши молитвы. И просим, помолитесь, пожалуйста, за нашу продажу, сбору и отъезд, и чтобы Господь все устроил самым лучшим образом. Хотя мы, конечно, планировали, что это будет тепло, мы будем ехать, а все дело к зиме движется. Не знаем, как будет все, как Бог усмотрит, даже не представляем себе. И вот мы заболели все, я заболела, и мама заболела, кашель у нее, у него кашляет, сидит. И даже кот заболел, короче, все заболели. И тут этот кот два раза у нас умирал, так сильно заболел, два раза помирал. А врач хороший находится далеко, и мне в таком состоянии сама больная. Возить его туда пришлось, и, ой, короче, Господи, помоги нам. Вот, чтобы Бог исцелил, ну, уже дело на поправку пошло, но у мамы кашель, чтобы Господь благословил, чтобы от кашля исцелил. Вот, ну, мы знаем, средства хорошие, но мы знаем, что самое надежное, хорошее средство – это наш целитель Господь, да. И чтобы он по молитве все устроил. Также просим помолиться здесь за церковь, за эти служения, вот, чтобы люди здесь понимали ситуацию, оценивали ее трезво и молились правильно, чтобы мир был в Украине, чтобы все это прекратилось, чтобы дал Господь мудрости правителям одним и другим, и чтобы Господь дал мудрости россиянам, вот, чтобы, потому что мы здесь раздаем, трудимся здесь, раздаем газеты, раздаем христианские газеты, Евангелие раздаем, да, и раздаем также и военным людям, в общем, и гражданским, всем, кто нам попадается. Пускай Господь благословит, чтобы люди, которые брали, читали, жили по нему, и чтобы Бог им открывал, что там написано на страницах, как нужно правильно поступать в это время, а не простое. Вот, а вас благослови, Господь, мы вас за всех, вас молимся. Да, слава мой, пусть вас благословит. Благодарим. Хорошо, сестра Вера Дамович, вы хотели что-то сказать? Я хочу поблагодарить Господа за Игорька, что Игорек там, и за брата Сано хочу поблагодарить Господа, что Господь расположил брата Сано, вот таких принимать ребят, как они там находятся. Слава Господу за то, что Сано никем не брезгует, собирают вот такие души. Хай Господь благословит и брата Сано, и его семью, здоровья даст, и благополучия. Вот, и хочу, чтобы помолились за Сашу и за Сережу. Саша там находится, в Днепре, ну там трошки тише, конечно, чем на Донбассе, чем у Донецкой области где он был. А Сережу завезли где-то аж под Черниговом, Черниговская область, где-то аж там. В общем, чтобы помолились за детей, чтобы Господь укротил эту войну, и чтобы сохранил, и спас, и дал покаяние детям. Хорошо, будем молиться. Сестра Ольга. Сестра Оля, прошу помолиться за спасение детей, за мир на Украине, чтобы Бог укрепил моё здоровье, за примещение для нашей церкви, чтобы Бог оберегал от тяжких хвороб усіх, братов и сестер, и взагалі людей. За все подякаю Богу. Хорошо, сестра, будем молиться. Кто еще? Сестра Таня, церква Едвага. А я прошу помолиться. Моя подружка з Нової Каховки, сестра Таня, поїхала в Київ до своих сынов. И вчера врань, в ночи, в Киев ракеты кидали, каже, прямо над головой летели, взрывы были, страшно. Майже каждую ночью на Киев кидают. Помолиться, нехай Бог ей там збереже. Ну, всех нехай Бог збереже від цих ракет. Помолиться, еще по-знайому я одна. Между прочим, я в ту неделю была в Зозове, где мой Саша служил. Там Витя, который жив в Забороле. Хлопцы знают его. Он там, сейчас в этом репцентре, и он покается. Помолиться за него, нехай Господь. Ну, братья знают, что в Забороле живет он. Он там жив. Он сейчас в репцентре в Зозове. Он покается. Нехай Бог его... Нехай он держится за Господа. Помолиться. Потом помолиться за... Ну, сестричку Ларису. У нее один сын воюет уже два года на фронте. А чоловека забрали. Здесь на начале лета. На фронт. И это есть. Два с половиной месяца. Не мое звездки. Он написал ей, что он без звездки пропавший. Хай Бог. Хай Бог збережеет сыночка и даст висточку про человека, где он и что с ним. В полиции так же. Из-за всех наших воинов, которые стоят и оберегают нашу страну, не пускают в ворога, а он далеко не шел и убивал наших людей. Хай Бог их береже от смерти. Да, пусть Бог помилует. Сестра Людмила Максикчук, пожалуйста, я хочу... Дякую Богу за всі милості и прошу, підтримайте молитву за здоровье брата Петти и за покаяння моєї сім'ї. Дякую за молитву. Хорошо, мы на этом молитву тоже. Да, конечно, из-за нашего света некому той, что-то заболело, его тоже и пантос, и рвот, и температура. Сейчас такое, что идет, вообще как... Есть такое, что температура нету, а слабый я, вот, полетель, я сход. То же такой был слабый, что желать я лежал, так сказать, в бассейне, потому что... Вроде бы так температура не было, но такая слабая, чтобы тело, ноги крутят, ручки крутят, все такое. Но сегодня, слава Богу, уже лучше. Господи, сегодня надо вести служебную силу. Пожалуйста, Ситра Мария. Я дякую Богу за Его милості, прошу помолиться за спасение сім'и, за моё здоровье, что-то горло трохи барахлить. Дякую. Да, будем молиться за это. Больше есть, пожалуйста, говорите. Ситра Вера, ещё хотите что-то сказать? У вас микрофон пученый. Нет. Нет? Ну, хорошо. Пусть сегодня Бог нас благословил, нас охранял, оберегал нас, дал нам возможность сегодня быть здесь. Мы сегодня слышали шалмы, стихи, проповеди. Как напоминает нам Слово Божие много, мы знаем, что, как Яков говорит, не только быть слушателем, но и исполнителем. Только, как сегодня тоже, и братцы много говорят. Я много раз говорю, когда мы приходим, не для того, чтобы поставить, как, скажем, галочку, что как будто мы пришли, чтобы от нас отвязали, что я была или был. Бог знает, кто был, кто не был, кто что-то делал, кто не делал. Потому что от Бога мы ничего не скроем, но человека мы можем скрыть и обмануть. Потому что Бог есть дальновидит, Он всех видит, Он всех слышит. Пусть Бог нам поможет. Если Бог дать нам, еще возможно будет в четверг встретиться. Будем встречаться в четверг. Тоже мы приготовим шалмы, стихи, свидетельства. На этом мы сегодня заканчиваем наши трансляции онлайн. С вами был сегодня пастор церкви, этот лик. Когда я буду выключать запись, мы широким всех молитв, всех включаем микрофон. Оставайтесь с Богом, боли вам благословения, ему слава в веке, аминь. Моли. Моли.